мы желаем вам здоровья и говорим здравствуйте в эфире первопреднестровского программа о самом главном здоровье и я доктор наталья донцу царя с хроническое заболевание поражающие в первую очередь кожу именно это становится у пациентов причиной психологических комплексов и является барьером в общении с окружающими как начинается заболевание кто в группе риска как происходит диагностика и лечение об этом и многом другом поговорим сегодня нестерпимый зуд боли и слабость псориаза загадочное заболевание которое человечество не может победить более двух тысяч лет она поражает кожи ногти волосы и суставы потому что и в коже и в ткани суставах есть ткани которые могут меняться в процессе этого заболевания кожа теряет свою эластичность меняется вид кожи снаружи некоторые клетки кожи начинают огрубевать созревают раньше времени если в норме у человека кожный покров все слои кожи меняются в течение месяца у больного псориазом это происходит в четыре в шесть раз быстрее и поэтому мы видим на кожу у больных вот эти проявления в виде сухих участков покрытых чешуйками и ну если просто для сравнения такой же процесс может происходить сустава коварство болезни в том что спровоцировать ее может все что угодно что является пусковым механизмом остается только догадываться говорят специалисты этому могут быть гормональные заболевания очень часто больные сахарным диабетом заболевают псориазом потому что есть нарушение обмена очень часто заболевают псориазом люди с артериальной гипертензией люди сердечными заболеваниями тут играет роль вот доказано наукой ряд препаратов которые жизненно необходимы и эти больные должны принимать эти препараты но к сожалению одно из побочных действий это возникновение псориаза псориаз один из самых распространенных хронических дерматозов от него никто не застрахован в свое время псориаз не пощадил таких известных людей как генри форк бенджамин франклин джон рокфеллер и других любопытно что и тогда и много лет спустя психологи и метафизики считали эту болезнь следствием боязни и подозрительности неудивительно что она была свойственна многим публичным людям медицина вот имеет такие данные что ген отвечающий за заболевание псориазом есть абсолютно всех людей то есть при стечении каких-то обстоятельств заболеть может каждый конечно есть группа риска это люди у которых родственники чем ближе родственники по степени родства болеют тем больше есть предрасположенность заболеванию псориазом это не значит что заболевание передается по наследству нет я сколько лет вот работаю с больными псориазом очень много случаев когда болеют кто-то из родителей и дети абсолютно здоровы очень часто пациенты после сильного стресса обращаются с высыпаниями дерматологи диагностируют псориаз это одна из основных причин возникновения псориаза или обострение псориаза у больных которые уже болеют вот они болеют например у них стало все более-менее спокойно и потом вдруг обострение или люди которые не болели ни разу и даже нет наследственной предрасположенности после сильных стрессов и это не сразу происходит это может быть и через год и через два да у них проявляется псориаз это действительно такие стрессы как сильный испуг какая-то вот сильный испуг вот у меня например были дети которые испугались собаку собака на них кинулась был очень сильный испуг им пришлось какое-то время даже лечиться у невролога и потом через время у ребенка проявился псориаз это может быть какие-то аварии это могут быть землетрясения это могут быть какие-то другие стрессы сильные эмоциональные даже и сильная радость кстати это тоже стресс в большинстве случаев диагностировать псориаз несложно для этого даже не требуется проведение анализов дерматологу достаточно осмотреть кожные покровы однако врач должен исключить ошибку в диагнозе определить наличие сопутствующих болезней и иных протекающих на фоне псориаза патологий при типичных формах псориаза затруднений нет потому что этого заболевания все-таки классическая такая картина имеется поражение в виде бляшек или мелких таких более высыпаний папу так называемых поражаются в основном кожа головы кожа туловища кожа локтей колен ладони подошвы и вид этих высыпаний достаточно характерный но есть случаи когда все-таки вот сомнительные есть высыпания на коже вроде псориаз вроде не псориаз в таком случае единственным таким анализом который может подтвердить или исключить этот диагноз это гистология кожи берется кусочек кожи на анализ вырезается и проводится гистологическое исследование слоев кожи по которым определяют уже диагноз ну а остальные анализы как обычно мы берем конечно мы обследуем больного и общий анализ крови и общий анализ мочи и печеночные пробы мы обследуем другие они будут сахар крови это будет уже характерно для тех заболеваний сопутствующих внутренних органов которые есть у этого больного заряз встречается приблизительно у трех процентов населения планеты вне зависимости от пола начинается в любом возрасте но чаще всего 16 до 30 лет встречаются случаи выявления болезни у младенцев иногда псориаз начинается после 60 лет главное как можно скорее обратиться к врачу большинство людей не считают псориаз опасным для здоровья заболевания к сожалению это не так псориаз это не только косметологический дефект это болезнь приводящая к инвалидности об этом и не только поговорим с доктором ревматологом ольга костиновская гость студии первого приднестровского доброе утро доктор здравствуйте псориаз болезнь загадка века императорская болезнь и даже болезнь проклятия как ее только не называют из-за вот этих кожных высыпаний конечно же лечат доктора дерматологи но и вы как доктор ревматолог зачастую сталкиваетесь с этой болезнью до известная болезнь с древних времен болезнь связана с системным воспалительным процессом ауто воспалительным процессом говорит о том что нету никакого агента извне который вызывает этот процесс действительно до сих пор является загадкой действительно до сих пор ее изучают и определяют все новые и новые факторы которые участвуют в воспалительных процессах при этом заболевании связано прежде всего тем что по каким-то генетическим причинам наука конечно выясняет эти генетические причины все больше и больше появляется известных локусов хромосом которые кодируют это заболевание возникает сбой иммунной системы начинают неконтролируемо делиться к иротиноциты эпидермиса что вызывает кожное высыпание и доставляет много неприятностей пациентов прежде всего конечно из-за косметических дефектов но так как этот процесс системный и воспаление зачастую не затрагивает только воспаление дерма эпидермиса часто есть и возникают воспалительные изменения и в других органов чаще всего страдают кости возникают артриты то есть получается доктор это болезнь иммунной системы и иммунная система по каким-то причинам начинает атаковать собственную кожу и собственные кости да это дисбаланс иммунной системы не сказать чтобы это болезнь это генетически обусловленный дисбаланс иммунной системы если родители страдали псориазом то получается у детей есть предрасположенность к этому заболеванию до носительства этих локусов ромосом предрасполагает к этому заболеванию не факт что это проявится не факт что человек заболеет но конечно возможность заболеть этим заболеванием гораздо выше у тех у кого родственники страдают этим заболеванием а что является пусковым фактором но на первом месте стоит стрессовые ситуации потому что конечно когда люди переживают серьезные стрессовые какие-то потрясения обычно эта болезнь проявляется именно в эти моменты также период гормональных перестроек это подростковый возраст период климакса у женщин травмы различные тоже могут способствовать прием некоторых препаратов может сказываться на то что с пусову спусковой механизм сработал эта болезнь проявилась доктор многие пациенты не считают псориаз опасным заболеванием а тем не менее это болезнь которая приводит к развитию многих других проблем расскажите об этом да в небольшом проценте но к сожалению это является тяжелым инвизирующим заболеванием чаще всего это поражение суставов в меньшей степени но очень тяжелое это поражение глаз потому что такие же высыпания могут появляться на коже вокруг глаз могут пока появляться высыпания на слизистых на радужной оболочке глаз что может привозить к слепоте к потере зрения лечится это заболевание достаточно тяжело требует системного назначения ретиноида витамина d3 гормональной терапии базисной терапии в виде цитостатиков к сожалению кому не повезло это происходит надо конечно заниматься не самолечением обращаться к врачу поражается при этом заболевание печень выяснено что часто развивается жировая дистрофия печени на фоне псориатического артрита и так как при этом заболевание часто применяются еще и базисные препараты длительное применение противовоспалительных препаратов могут возникать лекарственные гепатиты при псориазе как и при любом утоиммунном заболевании часто поражается сречно-сосудистая система связано с тем что происходит дисбаланс липидов гиперхолестеринемия и плохие липиды низкой плотности при этом заболевание обычно значительно повышено что ведет свою очередь к раннему атеросклерозу к раннему повышению поражению сердечно-сосудистой системы на фоне псориатического артрита могут развиваться и диабетические и диабет сахарные в основном второго типа что может быть связано с поражением как печени и поджелудочной железы так и применением препаратов опять-таки потому что применение гормональной терапии тоже к сожалению могут может приводить к развитию диабета второго типа сказать почему это происходит кто будет страдать кто не будет до конца мы не можем считается что скорее всего обусловлено конечно тем какие гены задействованы ну вот выяснили например что допустим стриотический артрит больше кодирует ген ну под названием шлябе 27 на которой берется анализ и который говорит о том что есть склонность к развитию именно псориатического артрита к развитию других системных патологий способствует другие наличие других генов и на данный момент все еще идет изучение вот этой геномной зависимости насколько человек предрасположен к тем или иным проявлением заболевания то есть получается не у каждого пациента с псориазом будет возникать осложнение в виде псориатического артрита или поражение внутренних органов конечно а давайте подробнее расскажем какие внутренние органы поражаются и как это проявляется на что нужно человеку обращать внимание чтобы вовремя просто обратиться за медицинской помощью ну чаще всего встречается действительно псориатический артрит то 30 процентов наверное среди больных псориазом есть проявление псориатического артрита в разной степени выраженности если человек страдает псориазом у него появляется острое воспаление сустава это признак того что наверное нужно обратиться к врачу однозначно так как любой артрит у человека с псориазом возможно это дебют псориатического артрита не всегда это подтверждается это может быть любые другие проблемы с суставами на фоне псориатического псориаза кожного но это такой тревожный звоночек что надо обратиться к врачу и проверить если какие-то системные воспалительные изменения а какие суставы как правило поражаются в в основном это асимметричное поражение то есть одна половина тела поражается больше чем другая например левый голеностопный там правый коленный характерно лестничное поражение в плане того что идет снизу наверх поражаются голеностопных коленных тазобедренных суставах как болезнь ну такое впечатление что поднимается наверх бывает иначе бывает поражаются по типу ревматоидного артрита мелкие суставы кистей и стоп. Поражение достаточно специфическое. Обычно человек замечает, что у него периодически отекают пальцы, причем не все сразу, а по одному пальчику, и они приобретают вид сосиски. Сосискообразные пальцы являются таким патогномоничным синдромом при этом заболевании. Часто бывает, что если поражены ногти, мы всегда думаем о том, что есть, видимо, проявление дигитолитов, есть проявление поражения мелких суставов пальцев рук. Поэтому при поражении ногтей тоже как бы желательно обследоваться, периодически следить, наблюдаться врачом. Прежде всего, дерматологом, если он уже видит какие-то изменения других органов, они обязательно направят вас к ревматологу. Ну а если все-таки у человека с псориазом возник вот этот артрит, то есть воспаление в суставах, это уже тот процесс, который не остановить, он будет прогрессировать и приводить к деформации, к поражению сустава, к инвалидности? Ну, к сожалению, без лечения, да. Бывают, конечно, часто ситуации, что и лечения не очень помогают при этом типы артрита, но вообще он считается более благоприятного течения, например, по сравнению с ревматоидным артритом, потому что псориаз вообще склонен к спонтанным ремиссиям и к спонтанным обострениям, к сожалению. То есть независимо от наших воздействий возможно наступление ремиссии, такое тоже бывает. Но обычно артрит, конечно, требует лечения, требует назначения препаратов системного действия, которое остановит этот воспалительный процесс и сохранит суставы. Псериатический артрит характеризуется прежде всего поражением связочного аппарата. Возникают боли в ахиловых сухожилиях, в местах прикрепления связок, в области локтей, в области стоп, плантарные фасцииты, что, в принципе, у нас у всех, наверное, периодически бывает, может быть, связано с нежношением неудобной обуви, с нагрузками физическими, но у людей именно с псориазом на это стоит больше обращать внимание, потому что это может быть проявлением системности, первыми проявлениями псориатического артрита. Характерно поражение поясничного отдела позвоночника, так же, как и при болезни Бехтерева, поражаются сакролиальные сочленения, сочленения коса и таза. И поэтому обычно проверяются эти сочленения в первую очередь и смотрится, нет ли там специфических поражений. Доктор, а на основании чего вы определяете, что это поражение суставов именно из-за псориаза? Псориатический артрит, как и ревматоидный, является эрозивным артритом. В суставах появляются специфические изменения эрозии, которые не восстанавливаются, к сожалению. И именно рентгенологически этот тип поражения сустава выглядит незабываемо для любого доктора-рентгенолога, ревматолога в том числе. Ну, для того, чтобы на начальных этапах определить, псориатический ли это артрит, конечно, применяются и генетические анализы, вот эта Шаляба-27, которую я упоминала, и обязательно контроль анализов крови, в котором появляются воспалительные изменения, потому что для псориатического артрита характерны очень высокие показатели воспаления. Насколько тяжело лечится эта проблема? Часто требуют применения, прежде всего, базисной терапии препаратов-цитостатиков, которые тормозят активность иммунной системы. И эти препараты могут достаточно тяжело переноситься, могут вызывать побочные эффекты, потому что поэтому это лечение требует обязательного контроля, анализа крови, печёночных проб. Но в большинстве случаев препараты дают свой эффект. Мало того, дают свой эффект даже на кожные проявления, потому что тот же самый препарат метатриксат, который является препаратом первой линии, он замедляет деление кератиноцитов в эпидермисе. И обычно в первое, что отмечают пациенты, которым назначают метатриксат, они видят эффект на коже. Они видят, что лучше становится, меньше появляется бляшек, они меньше их беспокоят. Иногда при тяжёлом течении, при выраженном системном воспалении требуется добавление гормональной терапии для того, чтобы снять этот воспалительный момент. И третья линия терапии, которая немного труднодоступна на данный момент, потому что он является дорогостоящей и по-прежнему продолжает тестироваться, по-прежнему продолжают выяснять все побочные эффекты от этой терапии. Это новая терапия иммунная, которая оказывает действие на определённые факторы воспаления. Факторы некрозоопухоли, интерлекин-17, интерлекин-23. Препараты относительно новые, они уже лет 30 применяются. В большинстве случаев доказан профиль безопасности для этих препаратов. Но, конечно, как и у всех препаратов, которые воздействуют на иммунную систему, у них есть достаточно побочных эффектов, поэтому эту терапию проводят только под наблюдением врача, с контролем анализов. Ну и всё упирается в цену этого препарата? К сожалению, да, потому что это дорогостоящие препараты для производства, прежде всего. А вот многие, как правило, женщины, которые болеют псориазом, они очень часто колят себе, допустим, раз в две недели гормоны внутримышечно. И они, конечно же, видят определённый эффект, то есть уменьшение кожных высыпаний, уменьшение проявлений воспаления в суставах. Можно ли так, доктор, поступать? Ну, конечно, категорически нельзя категорически, потому что длительный приём бесконтрольных гормонов приводит к надпочечниковой недостаточности. Надпочечники перестают сами выделять эти гормоны, скажем так. Промежутки между введениями этих гормонов становятся всё меньше и меньше. И приводят, конечно, к очень большим побочным эффектам, как и остеопороз, и понижение давления. Если повторно не сделаешь укол, очень плохое самочувствие, падение давления. В общем, все признаки проявления надпочечниковой недостаточности. И потихоньку и изменение внешности происходит. Развивается кушенгоид, и вместо того, чтобы избавиться от одной проблемы, вы получаете ещё и другую. Появляется отёчность лица, которая очень тяжело справится. Те, кто длительно принимает гормоны, они знают, что специфические изменения... Да, лису такое лунообразное становится у людей. Стрии появляются на коже, полоски фиолетового, красного цвета. То есть тут и косметическую проблему можно другую тоже заработать. В погоне за красотой молодые женщины особо склонны к таким действиям. Конечно, первое время это даёт свой эффект. Уменьшается действительно количество псориотических высыпаний. Они меньше зудят, меньше беспокоят. Но, к сожалению, в долгосрочной перспективе это приводит к необратимым изменениям. А другая категория людей, наоборот, боятся гормональных препаратов и даже стараются не использовать гормональные мази. И этих людей, конечно, тоже можно понять, потому что действительно гормональная терапия имеет свой ряд побочных эффектов. Но при сильном воспалении, при системном воспалении, когда поражается множество органов, когда мы не можем контролировать суставные проблемы, боли, на фоне применения обыкновенных противовоспалительных препаратов и также базисной терапии, временно, как бридж-терапия, терапия мостик, гормоны даются. И обычно после этого их пытаются отменить. То есть подбирается базисная терапия и гормоны полностью уходят из терапии. То есть не стоит бояться местного лечения гормональными препаратами? Ну, часто это бывает единственная возможность справиться с проблемой. Доктор, многие ревматологи, кроме лечения, то есть кроме медикаментозной терапии, рекомендуют пациентам изменить свой образ жизни, изменить образ питания, нормализовать сон. Насколько это эффективно в лечении псориаза и псориатического артрита? Ну, для лечения любого аутоиммунного заболевания это даёт только положительные эффекты. Потому что, во-первых, стрессовые факторы – это главный пусковой механизм проявления этого заболевания. К сожалению, да, кожные высыпания, вот эти косметологические дефекты, которые возникают людей, приводят к глубоким депрессиям. Часто такое бывает. И, конечно, тут важно их поддержать, действительно, чтобы они не стеснялись, занимались спортом, занимались плаванием, чувствовали себя полноценными членами общества. И тогда им, конечно, будет и легче переносить это заболевание. И это обязательно хорошо скажется и на проявлениях этого заболевания. А питание, конечно, принципы здорового питания, достаточное количество витаминов, микроэлементов. Больные пациенты, которые страдают псориазом, часто замечают улучшение самочувствия на фоне того, что они отменяют какой-то препродукт. Или, наоборот, начинают что-то в большей степени есть, какие-то продукты, которые больше вызывают высыпание и меньше. Это очень индивидуально. Нормализация сна огромное значение имеет, потому что, прежде всего, это состояние нашей нервной системы. Если человек нормально высыпается, нечасто просыпается, у него нет тревожного сна, то, конечно, он будет чувствовать себя гораздо спокойнее. И это сказывается на выработке тех же самых воспалительных ферментов, которые усиливают системное воспаление в организме. В отношении инсоляции солнечного света здесь интересная ситуация, потому что псориаз лечат фототерапией, но, тем не менее, солнечные ожоги вызывают обострение его и даже бывает, что является причиной, ну, триггерным фактором, который вызывает впервые псориаз. Поэтому пытаться защищаться от прямых солнечных лучей, но до 9-10 часов утра какие-то дозы инсоляции необходимы, потому что кожное высыпание даже лечит витаминами Д3, препаратами витаминов и местно, и внутрь. Поэтому получать это естественным путем тоже необходимо. В отношении алкоголя и курения, к сожалению, однозначно эти привычки приводят к обострению заболевания, так как повышают уровень системного воспаления. Многие пациенты, имея эту косметологическую проблему, пытаются справиться интенсивным мытьем по нескольку раз в день, посещают душ, используют абразивные какие-то моющие вещества, чтобы снять шелушение с кожи. Но это категорически нельзя делать, потому что это только ухудшает состояние кожи. Липидный слой кожи нарушается, а при этом заболевание все, что нужно делать, это сохранять этот липид, сохранять влагу в коже, для чего и применяются эмаленты, мази, которые создают липидную пленку на коже. Поэтому именно при этом заболевание, часто использование антисептиков, душа, мочалок, не приветствуется. Доктор, можно ли все-таки избавиться полностью или хотя бы значительно на долгое время облегчить проявление псориатического артрита? Вся современная ревматологическая наука работает в этом направлении, чтобы добиться стойких ремиссий этого заболевания. Это, в общем-то, возможно. Существует действительно множество препаратов. Многим пациентам везет, и у них более легкое течение заболевания. И они действительно на фоне применения базисных препаратов избавлены от страдания от болей, от нарушения функции суставов. Поэтому врачей игнорировать не надо. Надо к ним, конечно, обращаться, пытаться справиться со своим заболеванием. Да, конечно, своевременное обращение к доктору и соблюдение здорового образа жизни, ведь именно от него зависит большая часть успеха в лечении псориаза. Это, конечно, приведет к длительной ремиссии. Благодарю вас, доктор. Спасибо большое. Псориаз, хоть и относится к заболеваниям полностью неизлечимым, но он поддается контролю, и при правильном лечении его внешнее проявление может быть незначительным и даже проходящим. Юрий заболел псориазом в 16 лет. Говорит, сразу как-то и не обращал внимания на небольшую сыпь на теле. Потом она начала чесаться и становилась все больше. Игнорировать проблему уже не получалось. Дерматолог, к которому обратился Юрий, сразу же поставил диагноз псориаз. Я тогда любил этот острый перец маринованный. И дало поджелудочное мне вот это вот все. Он мне начал высыпаться на коже, вот эти пятна шелушиться начал. Конечно, любое заболевание легче вылечить, когда мы начинаем в ранних стадиях лечения. Поэтому при любых высыпаниях, непонятных для больного, нужно обратиться. Чем раньше, тем лучше. Не заниматься самолечением. Потому что для псориаза, кстати, самолечение очень вредно. Потому что когда больные начинают сами лечиться какими-то средствами, они могут вызвать, наоборот, обострение этого заболевания. И приходят уже к нам, опять же, с осложненными формами. Мужчины и женщины болеют одинаково часто. Напомним, важную роль играет наследственность. Риск увеличивается, если родственникам уже был поставлен диагноз. У меня тетя болеет. Но у нее лучше. У нее только на голове и все. В обществе до сих пор сохраняются стереотипы. Если на теле сыпь, значит, человек заразен. С ним боятся здороваться за руку. Остерегаются сидеть рядом в транспорте. Предпочитают отводить глаза при встрече. Это усиливает психологический дискомфорт. Мне немножко не повезло в этом плане. Потому что начало где-то в 16 лет. Поэтому были немножко комплексы. Не разденешься нигде, особенно когда жарко. Приходится длинная рукава носить такое. Между тем, научно доказано, что псориаз не заразен. Он не может передаваться от человека к человеку. Конечно, есть такой момент, что высыпание на коже люди воспринимают по-разному. И кто-то и сторонится действительно. Но мы всегда стараемся объяснить больным, что заболевание не заразное. Оно не передается. И ваш настрой моральный очень важен для лечения вашего заболевания. Лечение псориаза во многом зависит от стадии заболевания. Псориаз имеет три стадии. Есть прогрессирующая стадия, когда заболевание начинается, когда заболевание обостряется. Оно характеризуется большим количеством свежих высыпаний. Высыпания это яркие. Высыпания эти сильно беспокоят больного. Есть зуд, стягивание, жжение кожи. Потом при снятии обострения наступает стационарная стадия, когда процесс останавливается и как бы стоит на месте заболевание. И в дальнейшем наступает регрессирующая стадия, когда уже идет на спад, высыпания исчезают, высыпаний становится все меньше, новых высыпаний нет. Это уже идет выздоровление. И, конечно, лечение зависит от стадии заболевания. Вот очень важно правильное лечение в прогрессирующей стадии. Потому что вот когда идет прогрессирование, очень много средств не подходят для лечения. Нельзя кожу раздражать. Псориаз не любит раздражение кожи. В это время не рекомендуется даже купаться. Мочалка исключается полностью. Средства для лечения должны быть щадящие, мягкие, кожу увлажнять, успокаивать. Практически всегда терапия проводится комплексно и включает применение наружных средств, лекарственные препараты для приема внутрь, физиотерапевтические процедуры, соблюдение общего режима, назначение специальной диеты. Комплексный подход к лечению псориаза должен учитывать и психологические факторы. Нейродерматит и псориаз относятся к так называемой чикагской психосоматической семерке, или семерка психосоматических расстройств. То есть это те заболевания, которые возникают у человека под влиянием тех или иных вытесненных, непроработанных эмоций. Согласитесь, что не каждый человек подвержен этому. То есть должны быть сочетания нескольких факторов, в том числе и психологические особенности человека, чтобы человек заболел псориазом. Псориаз – хроническое заболевание, которое сопровождает пациента на протяжении жизни. Поэтому важно контролировать эмоциональное состояние пациента, чтобы избежать возможного обострения псориаза или ухудшения симптомов. Основная стратегия работы по лечению этого заболевания, она должна основываться на работе трех специалистов. Это врача-дерматолога, это обязательно врач-психотерапевт и психолог. У каждого из них своя часть работы. И то, что касается психологической составляющей, то это прежде всего работа психолога с пациентом, с клиентом над тем, чтобы сформировать у него новые, более эффективные способы совладающего поведения в стрессовых ситуациях. То есть те стратегии поведения, которыми он пользуется в привычных ситуациях, они неэффективны, были сформированы в глубоком, далеком детстве. Вот это приводит к тому, что у человека возникает такая ситуация. Есть мнение, что псориаз или чешуйки на коже – это защитная реакция организма на некомфортную для него внешнюю среду. Кожа является некой частью нашего тела, которая даёт возможность почувствовать нам границу с внешним миром. И кожа служит своего рода бронёй той самой, которая защищает нас. И если в нашем детстве у нас были сформированы правильные, эффективные стратегии поведения, то нам не грозит эта проблема. То есть мы можем не опасаться такого заболевания. Если же, скажем, ребёнок в детстве должен был защищаться, всегда бояться, что на него нападут и физически, и психологически, если родители от него требовали, чтобы он был всегда послушным и подавлял свои негативные эмоции, не должен был их выражать, то в таком случае формируется определённый тип личности. И во взрослом возрасте это приводит к тому, что у человека возникает вот это усиленное деление клеток кожи, в которой есть тот самый псориаз. К сожалению, нервная система и кожа вместе идут по жизни. Они друг с другом очень тесно связаны. Поэтому очень часто бывает так, что именно кожа даёт сигнал нам о том, что в жизни нужно что-то менять, что в жизни что-то не так складывается. Камерон Диас, Бритни Спирс, Ким Кардашьян – все они, несмотря на неизлечимость псориатического заболевания, достаточно успешны. Это позволяет утверждать, что псориаз ни в коей мере не может помешать успешной карьере и счастливой семейной жизни. И то, что у пациента с псориазом часто незаурядные и талантливые личности – это факт. Не зря псориаз называют императорским недугом. Дело в том, что когда мы идём к успеху или мы находимся где-то на вершине, так или иначе, мы испытываем, наверное, определённые переживания. Они могут быть и негативными в том числе. И если у человека достаточная ресурса внутренних сил, если у человека эффективные стратегии, вот эти самые коппинг-стратегии в совладающем поведении, то ему не страшны вообще никакие проблемы физического характера. Он упивается своей вот этой высотой и тем положением, в котором он находится, статусом и так далее. Но бывает так, что человек достигает этого положения, статуса совершенно такими дикими усилиями, сильными усилиями для себя. И, соответственно, потом плата приходит в виде различных болезней. Психологические особенности людей, которые болеют цириазом, не имеют свою, скажем так, свою специфику. Во-первых, это очень тонко чувствительные, ранимые люди. Есть люди, которые так называемые толстокожие, буквально выражаясь. Им цириаз у них никогда не будет, им это не грозит. Часто бывает так, что люди, которые болеют цириазом, они очень исполнительные, очень ответственные, с повышенным чувством вины. Они очень быстро могут впадать в ситуацию страха. Такие дети, как правило, в детстве, к сожалению, не всегда могут отстаивать свои личные границы. То есть процесс воспитания вносит свой вклад в то, что формировался такой тип личности, который впоследствии может иметь это заболевание. К слову, наш пациент Юрий с годами почти перестал стесняться своего тела. Правда, на интервью с открытым лицом так и не решился. Когда у мужчины ремиссия, обострений нет около года. Юрий надеется, что болезнь однажды уйдет и больше никогда не вернется. И старается соблюдать все рекомендации врачей. Подведем итог. Основа псориаза – поражение иммунной системы. Причина – генетическое наследство от родителей. Прогноз лечения, конечно, непредсказуем и сугубо индивидуален. Но чистое питание, отказ от вредных привычек, своевременный сон и медикаментозное лечение – шанс значительно облегчить течение болезни и приостановить развитие грозных осложнений. С вами была программа «Здравствуйте». Мы есть на сайте Первого Приднестровского, в социальных сетях и Ютьюбе. Берегите себя и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова